Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделии. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградаре по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Сегодня мы с вами поговорим про такое явление на винограде, как желтые листья. Многие в этом сезоне сталкивались очень много вопросов. Это хлороз, это не хлороз вообще, что делать, чем подкормить? Сегодня поговорим с вами об этом и скажу сразу, такой маленький спойлер, что универсального рецепта нет. Не ждите его. Нужно понимать причину и уже работать с ней. Пойдемте смотреть конкретные примеры, будем разбираться. В общем-то, даже если посмотреть на виноградник так несколько издалека, вы увидите, что цвет листа отличается. Вот на переднем плане довольно такой желтенький. И вот так вот видно тоже, да, есть кусты такие вот прям зеленые, а есть более желтые. Первое. Когда мы видим желтые листья, либо красноватые, определяем, где они находятся на кусте. Смотрите, вот здесь нижний лист у нас желтый. Но если мы поднимемся вверх по растению, то дальше оно имеет абсолютно нормальный лист. О чем это говорит? В тот момент, когда вот эти самые нижние листья развивались, были какие-то неблагоприятные факторы. Холод, сухая погода, слишком влажная погода. То есть какие-то неблагоприятные погодные условия. Поэтому вот листики были такие, дальше стали отрастать нормальные здоровые листья. Все, оставьте растение в покое, с ним все хорошо. И смотрите, сейчас у нас 7 июля. Как бы в принципе еще нижним листиком не надо стареть. Хотя есть исключения. Сейчас буквально через минутку покажу. Ну, если мы такую картинку вообще, нижние листья у нас желтеют, краснеют, примерно с середины августа, вообще оставьте растение в покое. Это для него абсолютно нормально. Все, нижние листья, они свою функцию выполнили. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить, а не стареет. И все с этим хорошо. Вот смотрите, пример. Молоденький кустик, у него уже такая красная окраска листьев. На самом деле это не совсем говорит о том, что ему чего-то не хватает. Просто он уже для себя решил, что у него осень. Напоминаю, 2 месяца не было дождей, стояла жаркая, сухая погода. Дожди стали идти только полтора недели назад. Да, он поливался, но не так хорошо, как ему бы хотелось. Поэтому вот он для себя решил, что осень. Сейчас вот стали дождики, поэтому в принципе можно ничего с ним не делать, понаблюдать, может он пойдет нормально в рост. С нижними листьями разобрались. А что делать, если верхние листья? Смотрите, здесь как раз-таки обратно картина. Нижние листья более-менее нормальные, а верхние листья у нас желтые. Говорит о том, что растению чего-то не достает. Желтые листья могут говорить о том, что растению не достает азота. Либо вот такая картинка. Смотрите, листьев желтенький, а прожилки темненькие. Говорит о том, что растению не хватает железа. Классический хлороз. Вообще есть еще такое название, общие элементозы. Когда растениям не хватает каких-то микроэлементов, вот оно проявляется в различной окраске листьев. Ну и какая частая рекомендация лечить хлороз? Это дать хилат железа по листу. Ну, помните, вот с чего я начинала разговор? С того, что вот такие ситуации, хлорозы или элементозы, часто могут быть при каких-то неблагоприятных условиях. Вообще часто мы сталкиваемся с ними в мае, когда стоит холодная погода. Также можем столкнуться, когда жарко слишком и сухо. Потому что растение не может просто нормально усваивать питательные вещества. Либо наоборот, когда очень много дождей, а особенно если у вас тяжелая почва, тоже можно столкнуться с таким явлением. И теперь вопрос. Что с этой красотой делать? Я уже сказала, что вот такая картинка, желтый лист, темные прожилки, это нехватка железа. При этом говорила тоже, что желтый лист может говорить о недостатке азота. Ну вот с хлорозом какая частая рекомендация? Это попырскость с хилатом железа. Ну, вроде бы все хорошо, все понятно. Давайте с вами немножко взглянем на проблему глубже и разберемся с причиной. Мы сейчас отметаем вот те факторы, когда горело слишком жарко, слишком холодно, там вообще ничего не надо делать. Надо подождать. Потому что растение, если, понимаете, если оно не может усваивать эти питательные вещества, то и не может. И все эти танцы, они, по нашему мнению, бесполезны. Возможно, мы ошибаемся. Ну, повторю, если растение не может нормально кушать то, что ему нужно, то от того, что мы будем дополнительно кормить, ну, такое себе. Вот в данном случае то же самое. Смотрите, с факторами среды у нас все хорошо. Если мы будем разбирать такой вопрос, как недостаток азота, ну, понимаете, на этом участке не может быть недостатка азота. Здесь хорошая плодородная почва. Да, видно даже вот, сейчас камеру подниму. Вот у нас там клеверочек. Такой красивый, хороший клеверочек. Вот, все такое красивое. На бедных почвах не будет так расти ничего. Поэтому недостаток азота мы отметаем. Касательно недостатка железа. Смотрите, какая ситуация. У нас здесь глина. Ну, мы не будем там вдаваться легкая, тяжелая, суглинок, тра-та-та. У нас здесь встречается красная глина. Красная глина содержит железо. Это раз. Во-вторых, вода здесь была тоже с большим содержанием железа. Только этой зимой нам поставили станцию обезжелезивания, и у нас стала более-менее вода. Это уже кусты третьего года. И в прошлом году они тоже поливались. И не может быть здесь недостатка железа. Никак. Третье, вот сейчас скажу такую интересную вещь. Мы сюда добавляли залу. И жгли доски, попадались доски с гвоздями. Они без краски, без всего. То есть просто доски с гвоздями. И по идее железо, ну опять же, да, слышала где-то рекомендацию, что ржавые гвозди надо под кустами раскладывать. Вот ржавых гвоздей здесь хватает. Серьезно. А лист хлорозит. То есть понимаете, к чему я сейчас веду речь? Вот сейчас нам, допустим, там, или под корень делать, там, железный купорос с лимонкой разводить, бахать. Хватает там всего. А растение не может это усвоить, оно не может это скушать. Вот надо разбираться с причиной. И причина, на самом деле, очевидна. Золой мы защелочили почву. И не все сорта на это хорошо отзываются. Причем могло сложиться вот просто, ну, несколько факторов, да. Все равно вот эта жаркая, сухая погода, вот это вот защелачивание. Одно на другое, на третье мы словили хлороз. Причем, смотрите, на защелачивание разные кусты реагируют по-разному. Вот здесь он такой желтенький. А вот красавчик совсем зеленый. Да, темно-зеленый. Вот, смотрите, тоже на переднем плане кустик темно-зеленый. Открываю секрет. Это Пинонуар, который обалденно любит известковую почву щелочную. Поэтому он себя комфортно чувствует. А другие сорта чувствуют себя не очень. Про золу будем отдельно говорить, будет отдельный ролик. Но, смотрите, вот касательно желтых листьев. Прежде чем что-то делать, попробуйте поискать причину. Она не всегда очевидна. Но попробуйте ее поискать. Только тогда вы подберете грамотное решение, что делать. То есть в нашем случае, ну, куда давать этот хелат железа? Ну, дадим мы его. Не факт, что вот, ну, может по листику там что-то и будет. Но, честно говоря, не особо я верю в эту эффективность. Самое эффективное питание – это корневое питание. Если оно сбито, то по листу, ну, это так, как витаминки при гриппе примерно. Да, ну, увидели картинку у себя хлороза? Можете хелатом железа, конечно, пройтись. Лишним не будет, но не надейтесь, что это вот прям панацея, которая вас спасет. И уж тем более там ржавые гвозди раскладывать, да, и чем-то поливать. Ну, поищите причину. И в зависимости от причины уже будут конкретные действия. Самый правильный и самый верный способ – это взять вашу почву примерно на глубине залегания корней и отнести в лабораторию. Вот это, это самый верный способ, не всем доступно, да. И я уверена, что сейчас будет куча комментариев, что еще чего придумали, я почву понесу в лабораторию. Я вам говорю, что это самый верный способ. Воспользоваться им или нет, ну, это вы уже решайте сами. Другой вариант – проверить почву лакмусовой бумажкой. Она не даст каких-то точных результатов, но вы хотя бы будете понимать, в какую сторону она у вас, да, больше в щелочную, либо больше в кислотную. Бумажки можно купить во многих магазинах, они достаточно доступны. И посмотреть, тогда вам будет более понятно. Ну, в принципе, если вы не хотите заморачиваться с бумажками, уж тем более идти в лабораторию, просто подумайте, да, вот вспомните, что вы делали. Если вы вносили залу на участок, все, вот вам причина. Ну, опять же, если вы не знаете, какие у вас почвы и так далее, то вот это наиболее вероятная причина, и надо решать ее. Вот как решать, вот это уже вопрос очень сложный. В идеале почву немножко подкислить. Самый правильный, самый такой мягкий метод – это навоз. В идеале даже свежий. Ну, сейчас у нас уже первая половина июля, и выносить навоз, ну, как бы не очень хорошо. Вот еще настой навоза, причем такого уже немножко подпревшего, можно внести, ну, вот прям быстро-быстро, да. Так уже свежий навоз мы, ну, в идеале вот свежий навоз прям под кусты или немножко под перепашечку внести. Ну, повторюсь, поздно. Это надо делать осенью. Когда растение уходит спячку, за зиму этот навоз начинает правильно работать, и как бы, ну, все классно. Сейчас уже поздновато. Настой можно, но все зависит от объемов. Если у вас большой виноградник и вот прям захворозил весь, то это может быть сложно. С пару кустами, конечно, можно пробовать. Есть такие советы, типа, там, раствор уксуса подлить. Не надо раствор уксуса убивает всю микрофлору, которая у нас находится в почве. И вообще, понимаете, тут очень важно не навредить. Поэтому будьте осторожными. И почему я говорю, что правильнее всего отнести почву на анализ. Тогда вы поймете, если у вас, ну, опять же, да, я привела наш пример, что у нас железо должно, вот прям должно хватать. Ну, у вас действительно его может не хватать. И тогда можно вот прям под корень железный купороз с лимонной кислотой смешивать. На экране я вам оставлю рецепт пропорций и поливают под корень. То есть, да, вот этим можно работать. Но если у вас действительно недостаток этого железа, вот в нашем случае я понимаю, что, ну, не может его здесь быть. Поэтому уходить, лить под кусты, вот это все смысла нет. И универсального рецепта нет. Опять же, там рецептов подкисления почвы много, да, но если вот она у нас защелоченная, ну, понимаете, совсем надо быть осторожным. И, грубо говоря, мы все время действуем на глаз, но можем, опять же, с одного в другое, с одной крайности в другую. Поэтому я вам говорю, что универсального рецепта нет. Лучше всего найти причину и уже тогда разбираться, смотреть. Если не хотите вот там заморачиваться какими-то пробами, еще что-то, просто задайте себе несколько вопросов. Что я делал, какая была погода, и вы сами найдете, ну, в большинстве случаев ответ. Ну, еще раз по решению. Можно вообще пройтись по листу вот комплексом микроэлементов, чтобы тоже не искать там чего конкретно не хватает, не сравнивать эти листики, а тут такой рисунок или такой, не хватает железа или магния, или того или другого. Но можете пройтись вот прям комплексом микроэлементов, но не ждите, что это вот прям даст какой-то супер-вау-эффект. Да, может растению немножко помочь, но повторю, что не особо мы верим вот в эти вот панацеи. Придут хорошие факторы, когда растение начнет нормально все это кушать из земли, вот тогда и будет все хорошо, и оно восстановится. Ну, и помните, что эти листья вот они такие останутся. Поэтому следите за приростом. Если видим, что прирост идет нормальный, хороший, значит, все нормально, все хорошо, и можно ничего не делать. Вообще для этого сезона явление прямо очень-очень частое, и в большинстве случаев оно связано именно с неблагоприятными погодными условиями. Поэтому вот пройдитесь по тем вопросам, которые я вам огласила, и скорее всего, что вам вообще не нужно ничего будет делать. Но если очень хочется, микроэлементами можно пройтись, хилатом, железом можно пройтись. Ну и дальше наблюдайте, насколько это там эффективно, неэффективно. Уже исходя из результатов будете смотреть и думать, что вам делать дальше. Ну и касательно почвы, я вам сказала, что да, иногда причина может быть в этом, поэтому залой аккуратно. Но если причина у вас в защелачивании почвы, то там, конечно, уже надо принимать какие-то комплексные решения. И я вам честно скажу, что даже у нас такого решения пока нет, чтобы оно на 100% подействовало. Тут надо садиться, думать и пробовать. Надеюсь, видео было вам полезно. И желаю, чтобы вы с таким явлением сталкивались как можно меньше. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку еще, будет каталог наших сортов винограда, наши контакты, и я оставлю ссылку на ролик про залу. И до новых встреч!